WallSkills – это международная некоммерческая ассоциация, цель которой – повышение статуса профессионального мастерства, а также популяризация рабочих профессий. Впервые мини-чемпионат WallSkills Russian проходит в городе Губкинском на площадке филиала Муравленковского колледжа. Также сегодня наряду с конкурсом на базе учебного учреждения педагоги организовали профессиональные пробы для девятиклассников. Им рассказали о шести образовательных направлениях колледжа. Благодаря подобным мероприятиям школьникам легче определяться с выбором своей будущей профессии. Возможно, я продолжу обучение тут, так как мне тут больше нравится, тут более понятнее, тут профильные классы, тут можно понять, кем ты станешь уже. Если ты идешь на нефтяника, то ты должен стать нефтяником, если на электрика, то электриком. Большое впечатление на Илью и на остальных девятиклассников произвел тренажер для водителей. Пока ребята пробовали себя в разных сферах деятельности, шесть участников конкурса из Надыма, Муравленко, Нового Уренгоя, Таркасоле, Ноябрьска и Губкинского проходили регистрацию. Кстати, приехали они не одни, а со своими преподавателями. На мини-чемпионате их называют экспертами. После регистрации состоялось торжественное открытие мероприятия. Первыми приветствовали ребят педагоги городского филиала колледжа. Следующим номером гостей и участников чемпионата порадовали воспитанники детского сада «Солнышко». Со стихами юных артистов согласились и приглашенные гости. Один из них – генеральный директор НИК-автоцентра Александр Никитюк. В мини-чемпионате WorldSkills Russia он участвовал в роли независимого эксперта. На сегодняшний день рабочие профессии – это важны. Нашим предприятиям очень важно создавать конкурентно способные товары и продукты, в том числе и услуги. И только в этом может быть залог будущего не только наших предприятий, но в целом страны. Также на открытии присутствовал призер первого регионального чемпионата по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», учащийся филиалом Муравленковского многопрофильного колледжа Сергей Рузавин. Участникам желаю только победы, не нервничать, заниматься своим любимым делом. После торжественного открытия участники отправились выполнять практические задания. Перед их началом ребята прошли инструктаж, вспомнили технику безопасности, обговорили регламент проведения испытаний. Студенты должны были выполнить три задания – по разборке, сборке и диагностике двигателя, и коробке переменных передач, а также выявлению неисправностей на автомобиле «Экоспорт». К мини-чемпионату участники готовились тщательно, особенно те, для кого подобное мероприятие – дебют. Воспитанник мой тоже приехал в первый раз. Мы с ним готовились достаточно интенсивно. Конечно, не все у нас получалось, но были свои проблемы. Мы готовились в Муравленко, приезжали сюда, нам здесь оказывали помощь и содействие. Также в соревнованиях выступили и опытные участники. Например, Роман Калиницкий из Надыма месяц назад приехал с подобного мероприятия, которое прошло в Салихарде. Там он занял третье место. Для молодого человека мини-чемпионаты – это возможность проявить себя перед работодателями. WorldSkills помогает повышать квалификацию, чтобы прийти работодателю и сказать, где я участвовал, чтобы он знал, что я хоть что-то умею. Наш город на соревнованиях представляет студент третьего курса – филиалом Муравленковского многопрофильного колледжа Илья Семенов. Молодой человек серьезно подошел к состязаниям, чтобы достойно представить свое учебное заведение. Самое главное – не подвести колледж и надеяться на победу. На выполнение задания дается три часа. Соревнования будут проходить два дня. Помимо практических заданий, завтра участников ждут рефлексивные тренинги и подведение итогов. Елена Хильдин, Исгонцов, Новости Губкинского.